Целесообразно ли читать дополнительные круги, не испытывая никаких чувств или стремления к этому? Другими словами, мне не очень-то нравится воспевать, и я ничего особенного не чувствую во время воспевания. Я повторяю мантру механически. Полезно ли таким образом читать дополнительные круги? То есть это все равно, что спросить. Если я повторяю плохо, то поможет ли мне, если я буду и дальше продолжать повторять плохо? Что ж, мы можем подумать, киртанья садахари, мы всегда должны воспевать. Если я продолжаю воспевать, то существует вероятность, что на каком-то этапе я начну воспевать правильно. В этом есть смысл. Но он отвечает на этот вопрос не так. Давайте послушаем ответ. Человек должен изо всех сил стараться постоянно воспевать Святое Имя Кришны. Отчетливо и с любовью, вместо того, чтобы пытаться увеличить число кругов. Итак, здесь есть два момента. Отчетливо – это означает быть здесь и сейчас, иметь ясный ум, отчетливо произносить. Вы осознаны, вы чувствуете связь со Святым Именем. И также с любовью, то есть с преданностью. Многие преданные говорят, вы просто должны слушать. Хорошо, прекрасно. Но где же любовь и преданность в этом слушании? Это ведь не просто механическое слушание. Это еще и слушание с любовью и преданностью. В Активе Ноддхакур говорит кое-что интересное. Какой смысл продолжать делать что-то неправильно и надеяться, что благодаря такому неправильному повторению у вас начнет получаться лучше? Тут есть проблема, и мы знаем, в чем именно она заключается. Постоянно делая что-то неправильно, мы формируем привычку. Вы постоянно делаете это неправильно, и чем дольше вы это делаете, тем труднее вам становится перестать делать это неправильно. Активе Ноддхакур делает такую небольшую, как бы это сказать, оговорку. Да, оговорку. Он утверждает, если вы совершаете оскорбление святого имени, то вы должны непрерывно воспевать. Мы слышали об этом. Таково лекарство. Продолжайте воспевать. Но есть оговорка. Не просто продолжайте воспевать. Нужно воспевать, раскаиваясь в том, что вы совершаете оскорбление святого имени. Это небольшая деталь, но она многое меняет. Ведь если я продолжаю воспевать и воспевать и воспевать, и делаю это неправильно, совершаю оскорбление, то мы слышали от Бхакти Виноддхакура и от Шрилы Прабхупады, что воспевание с оскорблениями приносит лишь материальное благо, но не дает духовного блага, даже если вы повторяете по сто кругов в день. Бхакти Виноддхакур именно так и говорит. Нет, если даже вы повторяете по сто кругов в день, но совершаете оскорбление, это не поможет. Чувствовали ли вы когда-либо, что ваше воспевание не дает результата? Да или да? Почему так? Потому что когда вы воспеваете с оскорблениями, то это на самом деле не настоящее святое имя. В этом случае Кришна не проявлен в полной мере. Это лишь тень Кришны. Мы должны воспевать без оскорблений. Бхакти Виноддхакур подчеркивает здесь, и об этом также говорит Бхакти Сидантос Расвати Дхакур, что воспевание — это не просто произносить языком звуки алфавита. Это акт преданности. Это все равно, что сказать, когда я готовлю пищу или провожу арати, сам акт приготовления пищи или акт предложения какого-то предмета является совершенством. Но это не так. Это то, посредством чего мы можем выразить свою преданность. Если я просто повторяю святое имя, так или иначе оно исходит из моих уст. Нет, это действие, посредством которого вы вкладываете свое сердце и, как он говорит, с любовью воспеваете. Это очень и очень важно. Многие преданные воспринимают джапу скорее как внешнее действие. Я просто повторяю мантру, все хорошо. А как насчет вашего сознания? А каково состояние вашего сердца? А как насчет вашего понимания святого имени? А какова ваша связь со святым именем? Вот что такое на самом деле воспевание.